Юль. Город Сочи. Лучший конференц-отель Pullman. Не пропустите! ProBlockchain InvestConf. Бутиковая инвестиционная криптоконференция. Тысячи инвесторов и криптопрофессионалов оценят десятки криптопроектов. Конференция состоится при поддержке ProBlockchain Media. Криптомедиа номер один в странах СНГ. Насчитывает более 300 тысяч подписчиков в социальных сетях. Работает с крупнейшими криптокомпаниями с 2016 года. В списке постоянных клиентов Binance, Trezor, Ledger, Bybit, KuCoin, Bitmain и множество топ-тифай проектов. Спикеры конференции Вячеслав Носко и Максим Бурков. Создатели проекта ProBlockchain и медиаплатформы номер один в странах СНГ. Авторы тысячи криптоподкастов и видео на YouTube. Александр Герчик. Трейдер с более чем 23-летним опытом. Легенда Уолл-стрит. Артур Сычев. Основатель и генеральный директор Самьюнин Спейс. Ведущий своего VR-шоу DeepTown Divers. Спикер TEDx. Карл Зе Мун. Forbes 30 до 30 лет. Выступает на Fox Business и Yahoo Finance. Список постоянно дополняется. Следите за обновлениями на сайте конференции. Для партнеров и спонсоров приготовлены специальные предложения и условия. Уточняйте у нашего менеджера. Увидимся в Сочи! Так, ребят. Всех приветствую на канале ProBlockchain. Ну, вы поняли, мы с вами точно должны увидеться в Сочи. Brick, Юзен, тоже вас приглашаю. У нас сегодня супер гости. Сегодня будем топить за NFT, вспоминать 20-й год, 21-22-й. Как это было, да? Кто у нас выжил? Ну, по сути, раз мы здесь собрались, но мы как минимум выжили. Это уже хорошо. Спасибо, что пришли. Привет, спасибо большое за приглашение. Давайте для нашей аудитории сделаем, знаешь, как обычно на всех вот этих там подкастах. Каждый про себя буквально по там 30 секунд. Ваши инстаграмы видны. Я вот попросил всех добавить инстаграмы, да, то есть сразу же, видите, вот инстаграм уже записан. Внизу мы оставим ссылки на ребят, да, какие-то там фондейшн, хуейшн, вот эти вот все, те, которые положено будут вас внизу ждать, вот вы сможете портфель пополнить свой NFT-хами и всем на свете. Ну, давай, Егорыч, ты начинай. Или Егорыч, давай. Давай, да. Собственно, меня зовут Егор, я представляю NFT-агентство ARCA и являюсь участником 111-го творческого объединения. Вот, собственно, занимаюсь в основном креативной частью, креативно составляющей и линейным продюсированием. То есть, в принципе, грубо говоря, придумать, реализовать, вот, по моей части, в принципе, это классически устроено так. Вот, собственно, в целом, пока, если вкратце, если прямо вкратце, то пока хватит. Но, а так, у нас первое, как бы, получается, NFT-агентство СНГ, собственно, на базе, при поддержке комьюнити и бассейнс, которая реализовала уже за полтора года, так больше, несколько очень интересных проектов и, собственно, различных коллабораций и релизов. Вот, достаточно успешных, собственно. Пока так. Так, understand, Брик, давай ты, сейчас дожди картинку. Да, я также партнер Егора, я сооснователь агентства ARK, которая, как уже сказал Егор, очень много вещей сделала. Также я основатель NFT-бастерс, это первая NFT-комьюнити про все это дело. У нас есть очень много крутых коллабораций, и, в принципе, мы были первые, кто рассказывал про NFT в стране, и позже сфокусировались на информации для художников. То есть, пока все запускали всякие свои курсы по NFT и всему подобному, кто-то там наживался над этим, вообще не разбираясь в теме, и был инфо-цыганом, то мы предоставляли с самого первого дня всю информацию бесплатно, и, как бы, ну, очень много художников, ну, мне кажется, база вся художника в России зашла в NFT именно через нас. Ну, и скажу про себя, что я являюсь художником, высказываюсь на всякие острые темы, и вы точно видели мои работы раньше в ТикТоке, сейчас в Инстаграме. Все эти вот спортивные волки, киты и тому подобное, это все вот мое детище. Так что вот так вот. Андерсен, ну, я на самом деле как раз, да, и наткнулся, по-моему, первый раз в Инстаграме, и потом увидел этот ролик дубль в ТикТоке, причем не на твоем аккаунте, и там растащили везде, да, эти все штуки, и мы, по-моему, честно у тебя немножко пиздили что-то куда-то в наш ТикТок. У нас даже есть ТикТок, ребят, то есть у ProBlockChainMedia там 50 тысяч набралось, в том числе много было просмотров, кстати, вот твоей работы, про вот этот метро, поезд там что-то. Да, да, да. Да, такая. Так, кстати, много про NFT появилось за вот как раз-таки эти 2020-2022, можем повторить. Вот, собственно, и как бы ничего такого зазорного, мне кажется, очень круто контент тут вашего формата подавать ТикТоке, и особенно если красиво говорить. Да. Ну, что-то вырезать можно, да, то есть наш контент, он есть разный, да, есть какой-то сложный, вот, и люди плывут, короче, а есть такое что-то интересное, да, там им как нажать кнопку и заработать иксов, или им интересны наши кейсы, когда, допустим, кто-то купил NFT-шку, вот, какую-то, кстати, да, про нашу историю, а вот он бах и продал ее через, там, не знаю, 3 месяца за 100 иксов, это вот нужно, знаешь, кто купил вовремя криптопанков, или кто-то, кто купил вовремя, допустим, тоже Боря Дейпьях Клаб, да, никто же не знал, что вот так получится. Да, они дороговато ментились на тот момент, в принципе, но никто не ожидал вообще, что они будут по 100 плюс, не знаю, этих эфиров, или там одна из этих есть NFT-шек, по-моему, была продана вообще за 100 тысяч плюс эфиров, ну, походу, вообще-то отмывали деньги. Ну, сейчас они вот по 90. Да, 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 ну, по 90, ну, и уже есть еще и Майк, давайте тогда пройдемся по, ну, во-первых, Брик, давай у тебя спрошу, по-любому будет вопрос такой, мы его опередим, то есть какую самую дорогую из твоих работ вот тебе за вот этот период, с 20 по 22 удалось продать, то есть больше всего? Я все-таки путаюсь, либо это вот самая первая работа, либо это киты, то есть киты являлись, Да, скорее всего, киты, это чуть больше 10 тысяч было в долларах, да. Да, правильно, я недавно посмотрел. Это в эфире? В эфире это, наверное, на тот момент было то ли 5, то ли 6, наверное, нет, то ли 6, то ли 8, я вот точно не помню, это был какой-то момент, когда эфир был, ну, в неплохом очень состоянии. Там, по-моему, 7.21 что-то такое. Да, да, вполне вероятно. Ну, то есть мы со своим карандашом еще пока впереди. Мы за 25 эфиров продали карандаш на тот момент, когда мы его продали, это было что-то 47 или 48 тысяч баксов. Но, опять же, мы спродюсировали, то есть это, значит, не то, что там я сделал, то есть мы спродюсировали работу, мы обратились к Салавату Федае, вот он вытачивает карандаши, вот это вот микроскульптуры, и он был довольно известный, тоже я наткнулся на него в ТикТоке, кстати, в ТикТоке, потом где-то там в Инсте увидел. У меня родилась идея, слушай, давай, типа, закажем ему, чтобы он биткоин вывезал. То есть просто сначала мы хотели этот карандаш себе, чтобы он где-то у нас там был, и он на тот момент стоил 100 тысяч рублей, по-моему. То есть я ему 100 тысяч рублей отправил, это было то ли в конце 2019 года или в конце 2020, я уже там не помню. И, соответственно, все он нам прислал, на Новый год я его получил, и потом постепенно что-то родилась идея, мы записали интервью с Сашей Санниковым по Rarible, я подумал, слушай, а если, типа, его упаковать, вот этот ролик у него был, его там доснять, короче, и мы его выставим там на Rarible или где-то, вот, и сделаем из этого NFT-шку. Короче, ну, по итогу мы выставили на Foundation, и у меня следующий вопрос вот к вам, как художникам и там продюсерам, да, какого хера до сих пор все пользуются Foundation? То есть там же комиссия 15%, они же не убрали? Комиссии они не убирали, и они еще более того, они убрали инвайты, и теперь Foundation, в принципе, доступен абсолютно всем, вот. И инвайты, по сути, больше не нужны, и вот это вот бесконечное дайте инвайт закончилось, вот, и теперь, по сути, он доступен для всех. Будет в любом случае больше аудитории, как минимум только по этой причине, а вот насчет комиссии, ну, я так понимаю, на самом деле Marketplace, он как бы... Я тебя сразу хочу перебить, нет, убрали, потому что у меня недавно были продажи, и там комиссия намного меньше, там что-то комиссия, вроде 5%, на самом деле, да. Они, видимо, уже копируют. Я когда продавал Волков, я очень сильно удивился, приятно, это был такой, знаешь, камень в огород моего любимого Super R, на котором я продаю, и на Super R сейчас, на данный момент, ну, типа, из открытых вот всех этих Marketplace, типа, 15% – это самая большая комиссия, на самом деле. То есть мы не берем, конечно, на всякие там, ну, типа, площадки там, где какие-то продюсерские моменты, но, да, это достаточно большая комиссия, и вот, ну, мне оказалось, что я, в основном, торгую на такой площадке. Слушай, Foundation сейчас развился очень сильно, и все начали копировать из Foundation. То есть не хочу кидать камень в огород Саши Сальникова и его Rarible, но Rarible стал очень похож на Foundation. И OpenSea тоже преобразился чуть больше в сторону Foundation, потому что Foundation зашел с очень хорошим дизайном и с очень простой, как бы, формой. То есть ты сейчас говоришь, что что там все торгуют. На самом деле Foundation стал самой привлекательной и популярной площадкой после OpenSea. Ну, и Rarible, естественно, ну, для художников, по крайней мере. И на Foundation очень часто публикуют какие-то редкие, эксклюзивные, типа, арты, типа, один к одному. То есть, например, тот же самый Decay вроде как там есть. Есть отдельные небольшие коллекции, то есть, как есть, например, ну, генеративки PPP, где там 10 тысяч аватарок. А есть маленькие граничные версии, где их там, ну, типа, 60, там, 70, 80, 100. Вот, и они достаточно, ну, типа, неплохо там, как бы, так сказать, себя чувствуют. Поэтому, слушай, эта история больше про художников все-таки. То есть, если OpenSea был в стандартном виде, то Foundation и SuperR и остальные площадки – это вот, ну, более в творческую сторону. Ну, вот я сейчас как раз твой аккаунт показываю. Но еще, знаешь, я недавно читал как раз статью по поводу интерфейсов и так далее по OpenSea. И там говорилось, что OpenSea начинала разработку свою еще там, не знаю, в 18-м году, там начали, там, может быть, даже в 17-м году. И, соответственно, они делали немножко там по-другому. И, то есть, они, знаешь, под что подстраивались? Под коллекции на 10 тысяч картинок, как криптопанки. То есть, они были больше про вот такие большие коллекции. А уже Foundation, который пришел в 21-м, да, году, ну, они там начали, в 21-м, и, по сути, вот, как бы, вот там уже начали стрелять. Они уже позиционировались больше все-таки как под One, да, под One Picture, под художников, под какие-то там сингл-работы. И то же самое с SuperR, я так понимаю. То есть, они уже позиционировались все-таки под художников. Слушай, SuperR – это вообще очень старая площадка, которая появилась, ну, вообще давным-давно. Ну, типа, наверное, вот на заре криптокитис и криптопанков. Но, типа, когда, короче, криптоарт стоил вообще ничего. То есть, там буквально какие-то продажи самые топовые были, ну, там, по тысяче долларов, наверное, это вот был предел. Поэтому это отдельная история. Слушай, я тебе сейчас скину прям посмотреть коллекцию, которая, на самом деле, ну, типа, пример того, что отлично стреляет на Foundation. Это, как бы, такая мотивационная история для всех художников. Посмотришь сейчас. И там очень много примеров. Да, да, да. Я как раз на примере можно добавлю. Например, вот есть чел, Macbiz. Да, да, вот открывай сейчас. Так, а ты кидаешь мне тут или в телеге? Я тебе в чат скинул вот там, где мы сейчас, StreamYard. Ага. Так. Чат-чат-чат-чат. И вижу. Копировать. Давай прям вот здесь вот его бах. Рядышком. Откроем вот тут. И покажем. Ну, мне кажется, сейчас может грузиться Foundation. Действительно, грузится медленно. Потому что он пока потянет вот эти все с IPFS картиночки. Ну, вот, короче, пока грузится, рассказываю. Есть чел, его зовут Macbiz. И у него очень, короче, хорошая статистика. Потому что он начал рисовать таких, типа, анимированных, рисованных девчонок в виде лупов. То есть он рисует абсолютно в своем стиле. У него такие, типа, очень, там, небольшие, наверное, по секунд пять плюс-минус лупы. На которых изображены черно-белые девчонки, которые разрисованы в татуировках. И татуировки тоже анимированы. Но так пошло, что первая его, короче, картинка продала за девять эфиров. Вторая за восемь. Третья за шесть. Пятая за пять. И, казалось бы, ну, как бы там цена падает. Но в целом-то, например, последняя там продалась чуть ли там не за десять плюс-минус, я думаю. Вот. Но, как бы, при этом у него флор сейчас одиннадцать эфиров. То есть ты дешевле, чем за двенадцать эфиров. Ну, почти что за двенадцать. Ты ничего не купишь у него. И тотально он торговал на девяносто два эфира. То есть, а при этом при всем у него всего лишь восемнадцать картинок. То есть для художника, на самом деле, то есть, понятно, там, для крипты это мало. Но для художника и, как бы, для любого нормального человека это, ну, гигантские деньги, на самом деле. И это пример того, что необязательно искать команду из людей, которые тебе, там, сядут и в течение полугода будут разрабатывать какую-то огромную PPP. Там, на десять тысяч картинок, где ты вложишь, там, двадцать тысяч в маркетинг, вложишь, там, пятнадцать в продакшн. Ну, можно просто, типа, если ты хорош в своем деле, умеешь, опять, вот, вложь, сделать что-то простое и получится вот так вот. Есть еще один крутой пример. Есть человек, который причастен к, вроде как, инвизибл френдам. Он, вроде как, находится в команде разработки. Новый прикол в том, что он делает 3D-шные такие, короче, плюс-минус похожие на инвизибл френдов анимации персонажные. У него тоже, там, всего, наверное, пятнадцать или двадцать изображений. Ну, статистика у него, там, дикая. При этом, при всем, насколько я знаю, он ничего особо никому не обещает. У него, наверное, только на двух изображениях, которые, как около коллапса инвизиблами, есть плюшки, то есть, в виде, там, вайт-листа, еще чего-то. Остальных нет. И вот это такой тоже очень приятный пример того, что, ну, как бы, не все потеряно, если ты просто художник, а не, там, какой-то гигантский продакшн. Ну, вот я открыл отдельно вкладку. Там у меня что-то очень медленно, видишь, грузится, не получается у него. А я рядышком открыл. Ну, я так понял, суть примерно вот такая вот стилистика, да? Да, да, да. Ну, вот вам, пожалуйста, ловите инсайт, да? То есть, от художника для художников и коллекционеров. То есть, я еще тут выступаю как коллекционер. То есть, у меня есть и несколько твоих работ, какие-то я, там, не успевал купить, которые мне хотелось. Вот, можно будет, может быть, когда-нибудь со вторички их купить. Но вот кто, как говорится, просто еще что-нибудь для себя ищет, и если вам такой стиль заходит, то в целом, как бы, пожалуйста, можно себе прикупать, где-то это хранить, распечатывать. Вот я, допустим, распечатываю работы некоторые, там, вешаю их, и кто-то просто в электроне. Вот их скидывал, да, там, чувак на яхту где-то повесил телевизор себе, вот, и запустил там. То есть, вариации как можно. У меня есть один, да, у меня есть один турецкий коллекционер, который вот как раз мне специально написал, привет, у меня есть яхта, мне нужно туда, ну, как бы, твоя картина, что делать. И так повезло, что у меня в тот момент было одно полотно, а потом сразу же второе вышло, и он и на второе же залетел, и мне прислал два видоса, где он вот с яхты показывает, ну, эти полотна. Поэтому, ну, люди простые, как бы, это даже не то, чтобы трейдер, это просто чел, который хочет что-то красивое у себя там повесить, чтобы люди приходили и смотрели не на старперские картины, а на что-то современное, движущееся. Слушай, ну, прям неплохие у него продажи, я смотрю. Девять, пять, восемь, пять, три, два, ну, то есть, как бы... Да, да. И это все продано, все продано, то есть, прям молодцом. Я не знаю, насколько часто... У него сразу разлетается, да, да. 5500 фолловеров, а, это тот, кто купил, да? Я вот буквально сегодня, на самом деле, говорил с одной женщиной, которая обратилась к нам вот за, так сказать, консультацией. Вот, ну, и, собственно, она просто художник, точнее, художница, которая очень долгое время рисовала, знаете, вот эти макапы для всяких там дым для дизайна, там, какие-нибудь шарики воздушные, всякую-то мишуру, в которую ты заходишь, условно, на сайт с бесплатными ПНГ, и там находишь себе какие-то вот конкретные по запросу айтемы. Вот, она, то есть, занималась очень долгое время, огромный архив просто работ с, ну, такого плана, но при этом она, ей не нравится это рисовать, и ей нравится рисовать конкретно такую-то персонажную историю. И, соответственно, мы сегодня как раз и обсуждали, что, то есть, если она хочет себя попробовать в NFT, то именно то, что ей нравится, ей нужно там рисовать, и, соответственно, если какую-то вырабатывать механику, как такой, знаете, условно, шаблонный, возможно, рядовой какой-то рецепт старта NFT какой-то карьеры, то, возможно, это просто преобразование собственного стиля под историю с PFP, потому что, ну, она работает пока еще, то есть, интересует людей во многом, потому что, как бы, ну, аватарки, аватарки все любят разные, допустим, плюс утилиты, и, соответственно, как бы отдельно создавать еще арты, не, грубо говоря, аватарного формата, а конкретно задействовать, допустим, тех же персонажей, но создавать с ними просто полотна, которые будут сюжетно раскрывать их какой-то, например, лор, и таким образом подкреплять друг друга. Вот, а я вот сегодня вот такую, грубо говоря, механику ей выявил, вот, в принципе, подумал сейчас, что, мне кажется, для многих она может быть полезной, то есть, условно, делаешь PFP, сопровождаешь это все в свободное время просто классическим артом с этими же персонажами, тем самым, ну, как бы, работая в двух коллекциях на, как бы, оба формата обоюдно, и параллельно все, разумеется, строится на общении. Смотри, я что еще хотел спросить, ну, то, что ты сказал, это огонь, и вот давайте посмотрим на топ OpenSea, то есть, что здесь сейчас в топе? Понятно, что они топ вводят, для них это топ по обороту, по продам, потому что они зарабатывают свой процент, да, и вот здесь у нас получается на данный момент это Bory Day, Pech Club, Mutant, опять же, OtherDead, OtherSide, они же купили, да, CryptoPunk'ов, то есть, получается, раз, два, три, четыре, они же, по-моему, купили, да, этих Mibits'ов, то есть, у них в топе... CryptoPunk'ов купили Yuga Labs, которые... Ну, вот, да, я же говорю, вот, Bory Day, Pech Club, Mike, это они OtherSide, это они, CryptoPunk'ы, и вместе с CryptoPunk'ами они, соответственно, купили и Mibits'ов, то есть, пять коллекций в топе сейчас принадлежат одной компании, потом у нас Moonrunners сюда вот затесались, то есть, по вашему мнению, то есть, ну, понятно, ну, конечно, точнее, давайте в ответе, почему вот именно вот эти ребята сейчас в топе OpenSea и довольно долго? Я скажу за себя, мне кажется, здесь история про то, что если у тебя есть какие-то... Короче, если у тебя есть какой-то капитал, то приумножить его и сделать еще больше капитала тебе намного проще. Таким образом, ну, типа, поскольку мутанты были первыми и подняли очень много денег, в отличие от Larvalabs, если я не ошибаюсь, короче, чуваков, которые делали как раз вот криптопанков, ну, как бы, в отличие от них, они подсуетились. То есть, если те, они как бы спокойно там любятся, выпустили, то, как бы, чуваки, которые делали бортейпов, они подсуетились и начали, 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 как бы, делать, делать, делать и делать. То есть, они очень много начали вкладывать в развитие. И это дало свои плоды. Поэтому, ну, типа, определенно просто чуваки сейчас, ну, не монополисты, но это точно, типа, Coca-Cola в мире вот этой, как бы, ну, или Макдональдс в мире крипты, это однозначно. Ну, короче, маркетинг. Однозначно, 100%. Это, ну, как бы, не то чтобы, к сожалению, ну, как бы, как тебе сказать, к сожалению романтиков, да, маркетинг, ну, типа, правит всем. То есть, если кому-то, там, из обычного мира, кто рисовал, писал музыку, это было непонятно, то в NFT, ну, типа, как бы, если ты хочешь делать PPP, то желательно иметь, ну, типа, 1020 на маркетинг, это минимум. Это стало понятно всем, это стало абсолютно нормой. И, как бы, даже тебе скажу так, чуваки, которые зарабатывают какие-то деньги, ну, то есть, как бы, случайно, то есть, например, была история о человеке, который рисовал пиксельную игру и в какой-то момент ты сделал твит о том, что он устал ее рисовать, о том, что он зарабатывает, там, ну, годовая его зарплата вообще не покрывает никак его, типа, затраты. И он устал смотреть на NFT-художников, которые хоть что-то, там, ну, зарабатывают вообще гигантские деньги. И он извинился перед своими подписчиками, выложил этот арт, его, там, купили за его годовую зарплату. Ну, и это, как бы, история хороша тем, что это, как бы, такой естественный, непредусмотренный маркетинг. То есть, все равно, так или иначе, это то, что нужно людям, это то, что цепляет людей. Ну, либо это какая-то естественная такая добрая история, либо это, ну, как бы, продажа своего контента людям. Поэтому, слушайте, ну, если есть варик во что-то вложиться, то если вы там получили 10 рублей в 7, точно нужно вложить в маркетинг. Я так считаю. Понятно. Узен, ты что скажешь? Да есть, что добавить? Мне бы, я бы, на самом деле, хотел добавить касаемо, в принципе, вот условного топа этих коллекций, потому что, конечно же, в любом случае эти топы рано или поздно будут обновляться, и все проекты, которые сейчас в топе, они будут, скорее всего, меняться тоже, но, возможно, не по продажам, возможно, по другим критериям еще, как минимум. В любом случае, мы можем ориентироваться еще не на топ, не только на топ-маркетплейс, а еще и на различные сервисы по типу там LuxRare того же и прочего, NFT-календарь. Вот. Самое главное, что в последнее время все чаще слышу, и, в принципе, сам с этим солидарен, то, что вот эти все топ-коллекции зачастую, ну, не считая там, условно, там, азерсайды и прочих каких-то утилитных вещей, ну, большинство топа, грубо говоря, такое, безутилитарное, то есть, в принципе, их roadmap, он ничего себе особо такого интересного не несет. Просто, возможно, они стрельнули на тот момент, потому что ничего другого интереснее не было. и тенденция, мне кажется, у, собственно, самого рынка заключается в том, что в дальнейшем гораздо интереснее, гораздо больше будут смотреться в топе проекты, гораздо увереннее даже, которые будут за собой нести что-то, как минимум, возможно, в привязке еще к физическому миру или какую-то наработку того же, там, тех же скинов для метаверса или самого метаверса интересного. Вот. Мы сейчас тоже ведем разработку нескольких проектов, и они тоже непосредственно с прикольными утилитами, и мы стараемся здесь заходить за рамки немножко. То есть, я пока не могу рассказывать, но в любом случае есть определенная методика, вот механика вовлечения, собственно, людей, и мне кажется, что вот дополнительные утилиты и мотивации по типу там выпуск игры, не знаю, там спонсорство какой-нибудь команды по волейболу, если у тебя волейбольная коллекция какая-нибудь, или еще что-нибудь, такие как бы фиатные активности, они привлекательно звучат для холдеров, которым нравится твой визуал, нравится твоя коллекция, и это такой хороший, если это не требует у тебя большого количества энергозатрат, то мне кажется, это стоит интегрировать в проект, чтобы просто потом коллекционер, который заходит, видел то, что ты собираешься сделать что-то больше, нежели просто картинки продать и поехать в Дубайск кайфовать, вот, собственно, ну, слушай, хорошая мысль, что надо что-то больше, вот это мы можем плавно перейти к третьей части, то есть мы поговорили в целом, да, типа, за то, что вот у нас сейчас есть, да, вот оно еще есть, вот они вот такие тренды, плюс-минус, да, там дофига все равно пишек этих, они друг на друга погожи, а ты так подвел уже как раз к третьей части, вот, и можно уделить как раз минут 6 или 10, что нас ждет, я думаю, тут уже... Вот ты сам можешь выделить какую-нибудь коллекцию, которая тебе больше всего нравится, и за что она тебе нравится, ну вот из текущих, например, топов, просто интересно. Ну, из вот того, что сейчас было в топе? Ну, допустим, да, или может быть не в топе, я как коллекционер, смотри, у меня есть две составляющие, ну, я не знаю, я вот мыслю как коллекционер, я не художник, то есть у коллекционера, наверное, у любого две составляющие, первая составляющая, это ты вложил свои деньги, да, и желательно бы, чтобы потом ты мог либо за те же, либо дороже продать, это как бы первая часть коллекционера, и тебе, в принципе, ты уже отсматриваешь чисто там с точки зрения, да, экономически, то есть как проект смотрится, какие у него перспективы, вот то, что сказал Брик, да, то есть насколько команда сильная, какой маркетинг, куда они там целятся, их ду-ду-ду-ду, это первая часть, а вторая часть, это чисто моя личная тема, то, что мне нравится, да, и тут уже у каждого вообще свое, да, и там в какой-то момент чисто эмоциональная покупка, да, там что-то я зашел, там у меня там, допустим, зашла там у Брик какая-то работа, бах, я просто там сделал ставку, купил, еще что-то увидел, там сделал ставку, то есть еще много эмоциональных покупок, И это меняется с возрастом, меняется с тем, что вокруг происходит, с какой-то повесткой дня или тебе хочется поддержать, допустим, какие-то события происходят геополитические, тебе хочется поддержать, ты на эту тему что-то там попал. И мне кажется, у любого коллекционера примерно так. Что-то он чисто рассматривает с точки экономической, это там сейчас бесспорно. Блющипы, так же, как и с акциями. Есть блющипы в акциях и есть блющипы сейчас в NFT. Это однозначно те проекты, которые привлекли крупное финансирование, за которыми стоят крупные фонды, которые не дают им в том числе уйти с дороги. То есть они их там уже направляют дальше, что-то где-то им помогают. Поэтому байки однозначно, как бы, да, они присутствуют. Там эти мутанты и еще топовые там проекты разные. То есть они у нас даже есть. И мы там получили там тот же Ape токен, к примеру, они его раздали. То есть мы на одну обезьяну получили 2000 монет, на вторую 10 тысяч монет. И до сих пор эти там монеты стоят там порядочно. То есть прикинь, у нас были NFT-шки и нам на 150 или на 200 тысяч долларов отгрузили токенов. И ты мог эту NFT-шку купить не вчера, да, за 90 эфиров. А ты мог ее купить в начале самом и быть ходлером. То есть ты ее держал там год или полтора и потом тебе на, братан, тебе 10 тысяч токенов, а за мутант тебе вот еще. И ты мутанта мог себе еще сделать тоже, да. То есть ты мог там взять этот серум, его тоже сделать. Или там те, кто были самыми первыми, они бесплатно их там получили. Ну то есть они конкретно отблагодарили. То есть поэтому у них комьюнити прям крепко держится. Плюс они проводят оффлайн-встречи. Ну то есть там много-много составляющих. Или есть обратный пример. Допустим, Мекаверс или еще какие-то штуки, да, которые там были суперкрутые дискорды. Они тоже получали галочку. У них был суперпрокачанный твиттер, да. То есть на них там хорошая команда была. То есть хорошая задумка с этими роботами. Все, они грабнули типа эфира до хрена. И все. И просто там бах такой и забили. Понятно, что там был дроп прайса. Но если бы команда как бы не сварилась, да, не расстроилась, я не знаю, если бы там за ними там кто-то стал. Или они продолжили банально выполнять свой родмэп. Сказали, у нас тоже будет токен. Мы там сделаем там свой мультфильм. Или мы выпустим там какие-то крутые комиксы прикольные, да, там анимешные. Всем там раздадим или еще что. Ну то есть банально продолжили бы работу. Но некоторые проекты варятся. Просто отдачу людям давать просто. Потому что в любом случае нужно понимать, что в этом комьюнити все держится на взаимодействии как раз-таки между людьми. И как раз вот ребята, которые ездили, знакомые сейчас на NFT NYC, они приезжают, они говорят, самое приятное, ну вот после того, как ты выбираешься куда-то, где ты можешь познакомиться с людьми, которые являются там холдерами топ-коллекции или просто холдерами, например, просто занимаются, ну криптоэнтузиасты и конкретно увлекаются NFT. Ты видишь, что за этими аватарками скрываются реальные люди, с которыми интересность, которые могут тебе что-то дать, просто пообщавшись с тобой. Вот. Ну и конкретно там информация или может быть какой-то хелп, еще что-то. И поэтому здесь важно понимать, что когда ты строишь проект, ты будешь этим же людям его и продавать. И зачастую всякие там, существует там DAO, которые целиком состоят из там инфлюенсеров, и эти инфлюенсеры вообще по половине коллекции скупают просто, ну вот, которые и сами и поддерживают. То есть самое главное просто, чтобы ты сам в этот проект верил и в то, что ты хочешь потом сделать. То есть если я придумываю, допустим, коллекцию, которую мы будем разрабатывать, я ее заранее, даже если я придумываю ее под, допустим, заказчиками, например, то хочется ее придумать всегда такой, чтобы она как минимум понравилась и им, но при этом тебе самому было бы ее интересно делать просто, чтобы ты не уставал, и все. И чтобы не было такого, что ты вот заработал там очень много денег, допустим, на этой коллекции, и все. И как бы дальше ты либо не знаешь, либо не хочешь ничего делать. Потому что неинтересно уже. Вот, поэтому это на самом деле такой очень важный показатель. И как раз вот я те самые утилиты, про которые я говорил, оно вот и является как будто символом отдачи фаундеров и своей собственной коллекции. Потому что это уже работа, которая ведется после того, как ты деньги получил. И ты уже ее как бы по сути ты не обязан выполнять. Ну, грубо говоря, потому что, ну, можно просто и все. Вот продали картинки и все. Но всегда будет спрос на это, всегда будет интерес. И тогда это просто может помочь масштабироваться даже элементарно. Так, ну что, давайте теперь помечтаем по две минутки, по три на человека. И я не буду мечтать, или потом в конце. Что нас теперь может ждать, ребята, после вот 22-го года? То есть Метаверс, Цукерберг, мы будем ходить вот в этих пижамах электронных, в очках или в дополненной реальности. И, ну, что реально может нас ждать, как бы, как вы это видите? Мне кажется, то, что до какого-то AR, VR, я не думаю, то, что в этом году презентуют AR. Вернее, так сказать, я думаю, это процентов, наверное, 40 и 60 процентов того, что он будет презентован в 2024 году. Я говорю непосредственно про какие-то очки дополнены реальности от Apple, которые нам все обещают, которые как раз должны что-то вперед двинуть. То же самое касается и Facebook, потому что сейчас AR – это, конечно, история, которой нет. То есть, не считая каких-то игровых проектов и истории для, ну, специалистов, там, инженеров, врачей и прочее, его не существует фактически. Все упирается всего лишь в технологический момент. То есть, сейчас как бы это все на уровне, там, не знаю, айфона до... За три или за два года до релиза айфона. То есть, там нужно чуть подождать, и потом уже будет большой релиз. Поэтому абсолютно кажется правильным то, что сейчас компании все вкладывают кучу денег в то, чтобы потихонечку-потихонечку туда что-то строить, потому что они это делают в самый нужный момент. Что касается NFT, если я позволю небольшой комментарий, мне кажется, сейчас все устаканится плюс-минус. И, ну, типа, из интересного хотелось бы ждать, что будет после... Если было 3D, сейчас спрос на EAA 2D, то есть на 2D такого типа индустриального уровня, как вот в дизайн, ну, типа, в дизайн-студиях и так далее, в трендах. Вот интересно, что будет дальше. Очень интересно за этим посмотреть. Вот, а в целом, мне кажется, ну, самое главное ожидание – это то, что биткоин либо, ну, дорастет до 100, я не знаю, 200 тысяч, либо упадет до 1000, как вот Киасаки сегодня пообещал. Вот. Поэтому у меня вот так вот такие ожидания. Ну, ничего, неплохо. Узом? У меня, на самом деле, примерно схожие впечатления и ощущения и ожидания вот на тему того, что будет дальше, потому что я тоже пока, на самом деле, не сложно представить себе метаверс, в котором я буду находиться в VR-шлеме, потому что от него достаточно быстро устаешь, и я вообще не хотел бы его надевать, мне не нравится. Вот. Дело в другом. Вот как раз очки – это, на самом деле, та штука, которая нас бы приблизила к вот… Если смотрели, допустим, видоизмененный углерод, то там вот эти вот условные дигитальные какие-то собеседники, какие-то определенные фишки, какие-то вывески и все прочее. Вот эта мишура, которая нам показывает, что человек условно видит, когда ему там какой-нибудь имплант ставят в фильме. Вот. То же самое хотелось бы видеть, наверное, в мире, где будут существовать такие очки, про которые Степа говорил, например, которые можно будет надеть, и у тебя условно твое цифровое присутствие, оно вот в них заключено. То есть условно твои… Ты видишь, допустим, ты идешь по улице, ты видишь у кого из людей какие NFT, и они у них условно там вместо головы или где-нибудь проецируются, как аватар, например. Так вот то, что он может носить условно при людях. И каким-то образом где-то будет какая-то… Какие-то рекламные истории, какие-то определенные коллекции, например, которые будут с утилитами, они будут выпускать под такие, например, очки какие-нибудь собственные дополнения для реальности. То есть, соответственно, ты идешь, например, какая-нибудь коллекция Moonbirds там выпускает, не знаю, что-нибудь, что… Не знаю, прикладываешь карту, и у тебя какое-нибудь в этих очках происходит действие. То есть это все будет, ну, как бы в любом случае наверняка двигаться в сторону физического и не физического, но совместного чего-то, потому что пока сложно представить, чтобы мы все резко перевалили в цифру. Вот. А в дальнейшем, касаемо NFT, тоже примерно подобное. Я просто на самом деле анализирую то, что выходит, смотрю, что интересно людям, и то, что интересно конкретно мне. И в основном я смотрю на какие-то, как раз-таки, вот эти механики дальнейшей реализации. То есть меня в меньшей степени интересует то, что происходит на этапе запуска коллекции. Мне в большей степени интересно, что разработчики делают потом. Вот. И это все нас приведет к тому, что, конечно же, будет больше брендов в NFT, и, конечно же, будет больше, собственно, в принципе, людей, которые этим занимаются. Не помню, какое число. Сколько? Полтора-два миллиона всего кошельков зареганных в мире? Или это я ошибаюсь? Ну, смотря в каком блокчейне. Тут ончейн аналитика разная. Ой, нет, 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 я неправильно поставил. Неправильно поставил. Более полутора миллионов всего лишь холдеров. Или двух миллионов, как будто. То есть тут где-то была инфа, и не знаю, сколько она актуальна. Надеюсь, если тут будут комменты, потом можно будет поправить. Ну, да. Мы либо в комментарии добавим, либо нас поправят. Может, ты не переживай. Слушай, ну, давай в конце я уже тоже добавлю. Мы и так уже 36 минутно записывали. Я знаю, что там люди не сильно любят там супер длинные ролики, да. Особенно, когда еще мы тут начинаем умничать. В любом случае, я думаю, вам будет полезно, если вы не слышали, что такое NFT, разобраться. Что может нас ждать, да, и то, что уже как бы, ну, вроде бы как происходит, это то, что ребята такие, как Amazon, Google, Instagram, Meta, да, и там, и все больше корпораций сюда ныряют, плюс игровые корпорации. Но мне кажется, что самый большой мейнстрим, конечно, будет идти через игры. Мы это с вами видели вот в этих кроссовках NFT-шных, да. Move to earn, там, что-то play to earn, learn to earn, learn and earn, и вот эти вот все штуки, они очень классно всасывают людей, которые вообще не из индустрии. То есть, они скачивают какое-то приложение, общепонятно, кроссовок или какая-то хомяк какой-то куда-то бежит, я что-то его там качаю, какой-то тамагочи, вот. И вот это людей всасывает. Это потом на вооружение возьмут крупные AAA студии, которые из этого возьмут лучшее, к себе добавят, да, уже в свои проекты типа Fortnite еще куда-то. То есть, нас точно ждут NFT. Будет ли AR или VR, да, это мы уже посмотрим там через пару лет. По поводу биткоина за 100 тысяч или за 200. Он тоже когда-то рано или поздно будет стоить и стоит 200, да, и миллион. Рано или поздно, я думаю, мы с вами этого дождемся. Поэтому всем желаю, ребят, разбираться. Если вы случайно на этот видос попали, посмотрите его, изучите, что за непонятные слова вы слышали. Вот, и подписывайтесь на все социальные сети гостей, на наши социальные сети. Приходите и смотрите еще другие ролики, и к ребятам приходите, учитесь и так далее. Ну и в конце, ребят, у нас внизу целый стрим крутилась вот эта вот бегущая строка. Я ее забыл убрать, и она там осталась. И, в общем, поэтому она вас конкретно на это пригласила в Сочи на 6-7 июля. Промокод действительно работает, вот этот на минус 30%. С пробокчейн вы можете ввести, и от любой цены, какая бы там ни была, вы получите на любой билет 30% скидку. Вас, ребята, Брик, Юзен, я тоже приглашаю в Сочи. Вы можете прийти и выступить на панель, и там пообщаться, да, если у вас будет возможность. Прилетайте просто одним днем. То есть с утра на самолете прилетели, 7-го числа, отбомбили и вечером как бы улетели. И мы будем рады вас видеть. Очень большое спасибо за приглашение. Вообще неплохая идея. Да, спасибо большое за приглашение. Мы обязательно будем. Да, в Сочи одним днем нельзя. Ну, значит, прилетайте на 3. Или как там, в Сочи на 3 ночи, или там, ну, в каком-то таком формате. Конечнее. Ну, спасибо большое, на самом деле, за интересную беседу. Очень круто было. Надеюсь, получилось плюс-минус нормально. Это у нас такой первый подкаст про разные всякие темы. Мы сейчас приспосабливаемся к этой студии и разбираемся, как оно будет. И мы просто заведем с вами такую штуку, что раз в месяц мы можем, в принципе, собираться вот так вечером или днем, или когда угодно, или на 30-40 минут общаться, делиться опытом. Потому что многим людям и коллекционерам, и художникам будет интересно послушать именно ребят. И вы можете кого-то еще приглашать. То есть приглашать какого-то молодого художника, да, промотировать. Либо приглашать там еще кого-то. Я могу приглашать коллекционеров, типа там, арки пригласить. И мы можем так на 4-5 человек делать вот такой дебаты. И я еще что хотел проанонсировать, раз уж мы общаемся, что мы в рамках нашего DAO и должны были, и запускаем микрофон для молодых художников наших. И поэтому мы будем, наверное, с вами сотрудничать, чтобы вы рекомендовали нам, да, какие-то работы молодых художников на небольшие какие-то суммы. Ну, грубо говоря, типа там 0,5 эфира, да, там 1 эфир, до 1 эфира, чтобы мы их покупали к себе в коллекцию DAO и тем самым как бы поддерживали наших молодых ребят. И потом когда-нибудь через 2, 3, 5 лет, возможно, они станут супергероями, да, суперизвестными, а у нас в DAO будет их коллекция, и мы потом их распечатаем, где-то там повесим, или у нас будет как-то витрина. Поэтому давайте вот так вот тоже посотрудничаем. Или это можно рефинансировать потом, продав работы уже известных, как бы, авторов, и вложить опять в новых. Ну, в общем, как-то так. Ибо можно что-то продавать, да, и потом вырученные деньги там за дополнительные вклады, типа, постоянно вращать. Суперкруто, да, суперкруто. Все, ну, на этом будем прощаться. Всем спасибо, что вы посмотрели. Ребята, вы еще можете там на 5 минут остаться. Я за финалю бродкаст. А все у вас внизу, ребят, кто еще смотрит, ждет в описании. Все читайте, изучайте, на все там подписывайтесь, кликайте на все колокольчики. И, в общем, рады всем, кто приходит к нам. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok